Привет! Меня зовут Полина, я учусь на рекламе сети общественности, второй курс. И это мой проект «Пробуй спорт». Возможно, вы видели прошлые выпуски, где я занималась различными видами спорта. И сегодня мы с вами попробуем настольный теннис, как вы видите по окружающей среде. Крути! Вот, сегодня мы с вами попробуем, но для этого нам нужен спортсмен. И у меня тут где-то был один. Я нашла спортсмена. Артем, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе. Привет! Я Артем Тихонов, мастер спорта по настольному теннису. Недавно занял второе место на университетском чемпионате мира в Таиланде, в паре. И выиграл чемпионат Европы в команде в Астраве, в Чехии. Учусь на втором курсе в университете Гуг Смит. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем объяснять, что такое настольный теннис, его основы, его особенности. И будем пытаться себя научить основным элементам. Как думаешь, у меня получится? Я похожа на ту, кто может научиться настольному теннису? Ну, настольный теннис, его плюс в том, что, в принципе, не требуются для начального этапа какие-то особые физические данные. То есть, любой человек может этим заниматься. Уже когда уходишь в профессиональный спорт, то да, да, у тебя есть какие-то тяжелые требования. А на первоначальном этапе, я думаю, без проблем мы все сделаем. Ну, отлично. Значит, я научусь сегодня. Ну, увидим! Ты накрывай вот так, чтобы больше, чтобы мяч не улетел, ты должна его проконтролировать. И как бы насчет этого, как бы накрывать. Я не умею закручивать. И не надо открутить. То есть, ты, получается, должна бояться ошибиться за стол и хотеть ошибиться в сетку, чтобы ты могла баланс найти, понимаешь? Да, да. Когда ошибешься в сетку, ты поймешь, как бы, как вот ошибаться, как не ошибаться за стол. Поэмоциональнее. Это будет в быстром темпе. Я тогда не проигрываю, я не могу. Итак, я попытал тебе основные элементы. И давай сейчас попробуем продемонстрировать то, что я попробовал. То есть, я попытаюсь что-то сделать на вот этом столе? Да, мы попробуем, чтобы ты попала 10 раз слева. Ну, чем левая. Мы-ка справа попробуем. Можешь, но для начала, я думаю, стоит начать слева. Он так говорит, потому что у меня не получается. Можешь, но для начала. Так, давай я сначала начну. Давай. Уже. Уже не цела, да. Итак, я попробовала позаниматься этим видом спорта на остальном теннисе. Хотя я сегодня с утра на первый парень по на остальном теннисе выиграла своего одногруппника. Сегодня, ну то и сейчас, у меня получалось не очень хорошо. Но об этом может судить только вот Артем. Да, ну, мы начали, в принципе, не очень хорошо, но постепенно ты начала все больше и больше попадать. И вот, когда прошел время к тесту, то ты сделала 10 раз и слева, и справа, что как бы для первого раза очень хороший результат. Ну, как бы понятно, что для того, чтобы становиться лучше, надо тренироваться каждый день. И это все очень тяжелое трудно по-настоящему делать. Мы уделяем долгие годы. Но это было хорошо. Ну да, за одно занятие я так сильно-то, как ты, не научусь играть. Я видела, как ты играешь. Он просто берет, подкручивает, ну, этот, как это, шар, и он возвращается в полную. Но это магия какая-то не иначе. Не знаю, я как это это делаю, но, может быть, когда-нибудь я научусь. Может быть, я еще раз приду и попробую этот вид спорта. Ну, мы хотим тебе сказать, что мне спасибо, что ты принял участие. Помог мне в этом трудном виде спорта, на самом деле. И мы с моей командой хотим вручить тебе подарок. Он в желтой папке. Те, кто видел прошлые выпуски, знают, что я всегда говорю, что это пришлось типографично, но на самом деле нет. Я это всегда рисую с утра. Но это всем так нравится, поэтому я вручаю тебе вот эту прекраснейшую грамоту. За, как ты видишь, участие в проекте Пробу Спорт. Спасибо большое. Как тебе? Довольно неплохо. Тебе не нравится? Для самоавторства довольно неплохо. А, то есть, ну, ты не поставишь это к своим грамотам или медалям? Я думаю, будет это на первом месте. На первом месте? Все слышали? Я рисую их на заказ. Если что, пишите. Восемь? Ну, короче, потом. Ну, спасибо тебе большое. Я надеюсь, тебе правда понравилась эта грамота. Подписывайтесь и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok